Воду Твою мать Кстати, у меня ребёнок сегодня ночью посчитал на 10 сам Всё, готов? Пойдём Доброе утро Всё, иди занимайся Вот моё рабочее место Привет, мои хорошие С вами Селена Свей И сегодня, как я и обещала, решила всё-таки снять своё утро Расскажу сегодня, с чего начинается моё утро Некоторый свой уход Расскажу, как я завариваю кофе В общем, что, зачем следуют мои утренние ритуалы И потом ещё расскажу вечером, что я делаю Как видите, вот я проснулась сейчас Каждый раз я просыпаюсь и смотрю на себя в зеркало И моё лицо, оно прям такое лоснится Мне кажется, такое всё подтянуто Это благодаря определённому Уходику, который сейчас я делаю Он недорогой, но классный Вечером расскажу о нём Потому что я его делаю на ночь Сейчас мы проснулись И даже не успев ещё взять камеру Я уже пацана покормила Денька уже меня разбудил Покушал кашку Сходил в туалетик И, конечно, мультики с утра Ему до садика остаётся Буквально часик Обычно полчаса остаётся Сейчас часик Он, короче, смотрит мультики Её только вот близко, Денечка Вот так давай смотреть мультики Всё равно близко становится Что ж поделать Данюль, ты близко смотришь, зайка? Когда я малышу всё сделала Я, скорее всего, начинаю всё с кофе То есть я не открываю телефон Ничего не делаю То есть мне нужно кофе Потому что я чувствую немного голод Утром кофе мне помогает этот голод убрать Ну, не всегда, но бывает Лёгкий голод Потом такая, знаете, сонная тяжёлая голова И чтобы взбодриться Немножко так открыть глаза Распахнуть крылья Мне нужен кофе Кофе в последнее время Я делаю не в своих кофемашинах Да, у меня их целых две А делаю через вороночку Вот такую вот Которую я вам показывала В покупках Алиэкспресс Сейчас покажу, как я всё это делаю Для моего кофе нам понадобится молоко Это обязательно Я в последнее время использую Кубанская бурёнка 2,5% Потом кофе Это я специально взяла в Кантата Это помола на 6,5% То есть помол нужно делать От 6 до 7 6-7% Это специально для ручных вот таких вот воронок Ну, для кофемашины просто делается более мелкий И это не подходит Дальше я буду использовать вот такой фильтр Который тоже в Кантата Кантата Всё время путаю Кантата Который тоже я взяла в Кантата Это тоже для ручных вот таких воронок Потому что в первый раз я там и увидела Когда делали такой кофе у меня Вот в таком пакете Здесь их сколько? 60 штук, что ли? Короче, я за 300 рублей купила вот такие Они более тонкие, чем для машины нашей Так, молоко я уже налила Пол кружечки мы отправляем её в микроволновку Малочку Кофе я, кстати, взяла Сальвадор Дали Мне очень нравится Это их рецепт Они там намешали его Со всякими нотками Очень ароматной Кстати, я думаю, что такие пакетики Тоже на Алиэкспресс будут продаваться Я оставлю, если найду ссылку Тоже буду заказывать Ссылочку оставлю под видео На такие пакетики именно И на воронку тоже я вам напомню И оставлю под видео ссылку Кому интересно будет делать так кофе дома Так, ну что Наша водичка закипела И мы вот таким вот образом Начинаем лить сюда воду Твою мать И зятё такое Мамка разлила всё, да? Ай-яй-яй Мамка разлила всё Девочки, такое бывает Когда ты просто только проснулся И неправильно установил воронку Да, я её неправильно положила Сейчас, короче, я уберу всё это И продолжим Ты в щёке, да? Ты в щёке, зайка? Ну такое вот бывает Тоже у мамы Итак, сделали повторную манипуляцию всего Произошло это по причине того Что, ну, вот эта вот кружка Она немножечко шире Здесь неустойчиво стоит воронка Видите? Вот, вот так она стоит Либо вот такой стаканчик Либо вот такой стаканчик Здесь всё чётко стоит Ну, а вообще должна признаться Что утром, пока я не выпью кофе И не пройдёт час Я просто не потуплю И не приду в себя У меня часто валится всё из рук Я, если наливаю воду Я её проливаю Если я что-то беру У меня падает что-то Поэтому сейчас здесь неудивительно Хотя я вроде снимаю Всё должно было быть чётко Ну, ладно, продолжим Если у кого-то же так Ставьте лайки И пишите в комментариях Коф, всё падает утром из рук Итак, давайте продолжим Дубль два Сейчас, сейчас, пойдите В молоко сразу налью Которое не взболтало ещё Так, наливаем вот сюда Наливаю по чуть-чуть Где-то два раза Вот где-то примерно вот так вот будет у нас Очень быстро, в принципе, делается Проходит водичка До этого, когда я делала с обычным кофе с помолом Для кофемашины И с другими фильтрами тоже для кофемашины У меня вода просто стояла И девочка из Америки Подписчица Она занимается кофе в Америке И она мне посоветовала помол В общем-то, и фильтры тоже там же взять В общем, я пошла, спросила И всё, действительно, всё есть Так, можно ещё чуть-чуть добавить И всё Тем временем наше горячее молоко Мы взбалтываем вот таким вот венчиком Который я брала Его либо в Икее можно взять И такой я взяла в фикс-прайсе Многие пишут мне, что молоко не взбалтывает Он у меня всё взбалтывает Есть один маленький лайфхак Если вы будете Аж пенка Если вы будете держать глубоко Венчик, то он будет меньше взбалтывать Лучше, когда вы держите его чуть-чуть Вот здесь на поверхности Он как бы взбалтывает пену немножко сверху Я вообще не люблю сильно много пены Поэтому даже её лишнее убираю Видите, где венчик? То есть я могу опустить его внутрь И он как будто просто перемешивает А если подниму его чуть вверх То уже будет пеночка И ещё зависит от батареек Чтобы были батарейки хорошие Здесь кофе Здесь молоко Вообще латы делается Это в молоко добавляется кофе Но так как я люблю вот эту кружку Я люблю из неё пить Поэтому я буду добавлять В кофе молоко И вот она, наша пенка пошла Видите? Так, получилось пол кружки Сейчас надо ещё долить чуть-чуть Прямо сюда вот так вот доливаю Ещё кофе Вот видите, если кофе наливать в молоко То получаются вот такие вот красивые Переходы всякие Вот видите, если в молоко добавлять кофе Получаются переходы всякие вот такие И также вместо сахара Я использую вот такой подсластитель Мне очень нравится В отличие от многих других Одну таблеточку Кстати, вот этот вот фильтр Я взяла специально для кофемашины И с помолом на от 5 до 6 Ну, у меня 6,5 помол кофе Всё прекрасно тоже Вода не стоит То есть, когда у меня вода стояла Дело было в помоле Был очень мелкий помол Вот такие вот фильтры для кофемашины Тоже можно использовать Они продаются в Медиамаркте, Эльдораде В общем, везде, где кофемашины продаются 100 штук стоит 300 рублей примерно Ну что, после всего того, что мы нам терпелись с утра Мне ещё даже это лука не вяжет, как говорят Мы заслужили, в общем-то, глоточек кофе И утро у меня действительно начинается с первого глотка кофе По-настоящему нормальное, доброе утро И потом сажусь вот так вот за стол, короче И отдыхаю после того, как я сделала кофе Сейчас, более того, я ещё намешала немножечко молочка И обожглась им Вот такое вот утро Обожгла рот себе молоком Чуть-чуть Сейчас мы будем Деньке чистить нос Пока вот я кофе пью, я делаю всякие дела Сейчас мы носик почистим с тобой, да? Перед садиком Сейчас почистим Иди сюда Ты что-то в последнее время вредней чести, носик не хочешь чистить? Алла, должен быть-то у нас какой? Чистенький Промываем мы Аквалор Софт Вообще я люблю Риностоп ещё Но что-то его нигде не могу найти И вот сейчас у него немножко просто сонливость такая Ну, носик немножечко и течёт капельку Я ему перед садиком вот такое брызгаю От заложенности носа Это Акваморис Стронг После того, как я умылась У меня происходит незатейливый утренний уход Я сначала протираю своё лицо вот таким вот тоником От Секрет Ки с муцином улитки Вот Просто ватным диском Он подтягивает кожу там В общем-то от омоложения В общем, чтобы молодая была Очищает А потом сверху я наношу свой любимый крем Кстати, мне очень полюбились два крема Ночной и утренний Сейчас покажу утренний Так и знала, что будет мне немного тяжеловато снимать моё утро Потому что я не знаю, куда приручить эту камеру Просто поставить её на одно место, ходить вокруг неё не кайф Я люблю, когда картинки меняются Ну, короче Всё, тонер немножечко подсох уже такой Чуть-чуть стянуло даже кожу То есть он подтягивает тоже И я вот выбрала себе вот такой вот крем Он у меня уже заканчивается Это я брала в лаке косметикс Хочу ещё взять такой же И ночной такой же В общем, я очень удачно выбрала крема Приятный аромат И здесь ещё есть SPF защита По-моему, 15 где-то Вообще, это корейская косметика В корейской косметике у них не распространено защита Но мне моя мастер, моя косметолога Она сказала, что Видите, чуть-чуть уже осталось Она сказала, что SPF защита это обязательно Когда вы выходите на улицу Нужно защищать своё личико Поэтому я взяла SPF 15 SPF 15 Где-то так Inbetween называется Inbetween Что такое? Дневной крем в такой розовой коробочке В принципе, достаточно надолго его хватает Он у меня уже давно Уже когда я заказывала всё это Но Заканчивается В общем, всё И уже от крема этого Моя кожа сияет Она уже такая Знаете, вот Площённая Гладенькая вся Вот, смотрите Цвет падает Так, как раз можно увидеть Кожа реально Она вот И красить её не хочется Видите? Вся блестит Крем уже впитался Чтобы вы понимали Вообще Вообще у меня вечером После моего вечернего ухода Кожа так блестит Прям вау-эффект А когда сверху крем У нас же Она натянулась Вся от средства Которые я использую Натянется вот так вот Вся А потом крем сверху И просто я Как будто на 300 тысяч лет Помолодела Так, продолжаем пить кофе Можно вот так вот Даже встать Возле балкона Смотреть на этот мир Мысленно думать Как клёво Всё у тебя в жизни Складывается Акцентировать Своё внимание Только на Положительных моментах В жизни Не акцентировать Вот я, кстати, Не акцентирую Внимание На своих каких-то Ну, можно так сказать Проблемах Да, там Если есть что-то Нерешённое Или там Нужно что-то сделать Я стараюсь Не акцентировать На этом внимание Я стараюсь Это просто сделать Быстро То, что нужно сделать Вот Но Что касается Хороших моментов У меня вот Так ум устроена Такая привычка есть Да, что Я всегда на этом Акцентирую внимание На приятных Положительных моментах Люблю фантазировать О приятном Чём-то Поэтому вот Как-то мне кажется В основном Присутствует Позитив В жизни Потому что Концентрация На том На том, чем нужно На том, чем нужно Вот кофе пью Это классно Вышла на балкон Мне распростирается Прекрасный вид Ну, когда будет больше зелены Будет ещё больше Прекрасный вид Но не суть Он тоже прекрасен Потому что большой обзор И я вижу, что нет ветра Это круто И я вижу, что пробивается солнце И это круто Сейчас малыша отведу в садик Начну заниматься своими делами Хоть и последний день остался Он в садике Потом выходные будут И уже не так эффективно Я делами позанимаюсь Но у меня есть мама Моя прекрасная мама Которая придёт мне на подмогу И в общем-то Я всё успею Всё будет хорошо У нас есть? Десять минут У нас нет времени Ну всё Значит, пацаниты уже надо одевать Чё это? Мааааа Кофетка Кофетка Всё Поймалка, мамка Поймалка, мамка Так, забыли зубы почистить Ну-ка, сидите С мамой сёточку Принеси Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я fått Пойдём умоем все ещё Обычно мы это делаем Всё, как только проснулись но как от мамочка началась заниматься съемками на все прошли опила садики обычно одеваюсь лишь бы как главное чтобы было тепло у нас на входе здесь есть свое местечко вот такое где мамка а бывает мальчика да одевает ему все давай засовывай ногу одна камера снимает одна рука снимает другая одевай деньги на единственную кнопку нажимает на которую можно нажал справился теперь у нас здесь вентилятор включен да ты в садик идешь здрасте доброе утро скажи да скажи в садик идем идем садика уже опаздываем день пойдем давай ручку прощайся до вечера пойдем не вытащишь теперь вот тут но все до вечера до вечера с консьержкой нашей поздороваться пообщаться утром пообщаться вечером это милое дело она выслушает всегда в гости позовет теня все время меня тащит на дорогу да мама беспрекословно слушается лишь бы денечка шел в садик так что по поводу садика вот знают что машина наша стоит даже грязную узнает это на выходных день так что по поводу садика спрашивают часто как денечка ходит в садик нравится ему нету очень нравится садики проводить время последнее время я уже его еле оттуда забираю вечно там то ему надо на кнопку какую-то нажать то то музыка какая-то заиграла то мультики там вот когда уже мы забираем бывает чтобы они ждут родителей включает и мультики они считают кстати у меня ребенок сегодня ночью посчитал до 10 сам причем а я раньше смотрю я ему начинаю говорить один а он мне два и внутри я думала он сначала так говорит цифра один типа похоже ну на два там до что-то а сегодня вечером я такая один ой то есть он такой один то есть игры один нет он говорит один короче 1 он 2 я 2 то есть он мне говорит а я повторяю и вот на ночь мы ложились вчера так три раза он посчитал от 1 до 10 и радуется что мамка за ним повторяет теперь они он ну куда ты меня тащишь кисть мы идем садик скорее там нас ждут садик все готов доброе утро все иди занимайся только я выхожу из садика я уже дышу полной грудью свободы ой я не знаю девочки уже какой раз говорю я не знаю как я в садика бы жила честное слово я бы сходила с ума действительно на себя бы вообще не оставалось времени ни капельки и на свои дела сейчас приду домой расскажу все прискакала домой скорее разделась подогрела кофе потому что он у меня остыл пока я бегала там везде так и теперь вот кстати что я хотела заметить что самого утра и вообще последние вот последнюю эту неделю я себе и так выстроила то есть уже конец недели я успешно делаю все что себе наметила и меня это безумно радует потому что я понимаю что каждый мой день прожит не зря прожит прожит с пользой и эффективно в моем понимании да утром я включаю в течение дня я не включаю телевизор вообще то есть он у меня выключен постоянно и я комфортно пребываю самой себе вот в этой тишине которая в доме все ритуалы вот это я сделала с утра с малышом отправила его в садик прибежала опять продолжаю пить кофе пока я пью кофе и просыпаюсь но это может понадобиться даже где-то часик я читаю книгу сейчас я уже дочитываю книгу может быть я ее уже где-то показывала в инстаграме точно показывала маленькие буду а также их родители это буддийские секреты воспитания детей что могу сказать по поводу этой книги читая ее и понимаю как много ошибок мы делаем воспитание детей просто в элементарных словах в элементарном сколько внимательности нужно следить за своей речью в этой книге описывается как воспитывать ребенка чтобы раскрыть весь его потенциал внутренний чтобы человек родился с внутренним локус контролем ну чтобы он сам принимал решение был ответственным был самостоятельным был добрым при этом ценности правильные воспитать в нем то есть эта книга нацелена на это и здесь даже вот что мне нравится есть примеры такие как мы делаем обычно и прям в этих примерах узнаешь себя жесть и как нужно делать и ты понимаешь насколько важно следить за своей речью что определенное слово определенное словосочетание которые ты говоришь ребенку в тот или иной момент а это же повсеместно дети бывают не слушаются еще что-то и ты просто по привычке у тебя вылетают определенные слова то есть это может даже не крика просто ты там говоришь что-то да там сделай это или сделай то или ты там это ой короче столько всего и эти определенные слова тут прямо расписаны к чему они ведут что заложено в этих словах эта книга заставляет тебя как бы обратиться обратить внимание на то почему ты говоришь именно эти слова и предлагают замена другим словам и говорят что эти другие слова растят и в нас и в детях короче книга просто невероятная это доктор сел клэридж у неё сама очень много детей и приемные и свои и она считает что вообще воспитание детей это это что-то самое лучшее что могло случиться с ней в жизни я уже тоже об этом где-то говорила вот и я просто читаю и я и я и я как маленький ребенок я пытаюсь применять эти методы но я сама на себя со стороны смотрю как это неумело как будто я только начинаю ходить конечно же бывают привычки берут свое но я поняла что порой самое лучшее это просто ничего не делать просто молчать на самом деле это и увлекательно и интересно главное что это полезно это полезно и для ребенка в первую очередь и для себя самой ну вот сейчас я ее дочитываю уже и после этой книги я уже буду читать следующую книгу которая идет именно вот заниматься собой потому что очень сложно воспитать воспитать ребенка с хорошими взглядами и ценностями чтобы он был счастливый именно когда у тебя у самих проблемы потому что дети все считывают даже если мы будем себя вести натянута они считают все это невербально и просто будут повторять вот поэтому хочется чтобы ребенок самое лучшее все взял в общем сейчас я читаю и пью кофе увидимся позже когда я начну делать что-то другое что я провела за книжкой чуть больше часа мне кажется я сегодня уже ее должна дочитать кофе я почти допила чувствую что мозгу немного нужно отдохнуть от накопленных знаний вообще люблю начинать свое утро именно с позитивного мышления и что-то прочитать такое полезное то что в ум засеет какие-то полезные новые знания какую-то хорошую информацию и еще вот например буддистские книги они меня вдохновляют на практику медитации поэтому сейчас я начну делать основную практику свою ее показывать я не буду потому что в целом просто говорю что медитировать хорошо подушечка которую я покупала на каком-то курсе моя любимая сколько сколько здесь я провела времени вот книжечка по которой я занимаюсь это первые основополагающие упражнения с применением тела для очищения тела и ума обычно я это делаю утром потому что это дает бодрости на все утро такой прям заряд а вечером я делаю другую медитацию что закончила свою практику меня на нее обычно уходит не больше получаса я всегда делаю такой момент недоделанности чтобы мне хотелось еще и еще нас время у нас вот половина одиннадцатого и самое важное что я считаю утром я сделала теперь я чувствую уже легкий голод заметьте что до половины одиннадцатого я ничего не ела проснулись мы в пол восьмого утра выпила только чашку кофе не было аппетита вот сейчас позанималась еда и аппетит вот прям возник и я не хочу знаете прям есть что-то такое тяжелое сейчас я вчера себе в итальянском квартале взяла там отбивную она большая такая ее тоже на две части разделю то есть сегодня буду есть взяла салатик я его кстати вечером вчера съела винегретик и баклажанчики взяла но они как салатик холодные такие то есть без гарнира я буду мясо там короче покажу потом а сейчас я думаю сделать себе наверное бутербродик с маслом и сыром и вот думаю чай сделать или кофе еще наверное сделаю чай если кофе захочу попозже еще выпей сейчас сделаю чай и бутербродик все утро с камерой хотела сказать что самый мой любимый короче сыр это тильзер люкс мы перепробовали этой маркой все сыры еще более-менее этот сливочный по-моему а российский еще не пробовала мама говорит что российский как обычно российский но вот этот тильзер люкс самый классный остальные нам кажется чуть сильнее и жестче дц пакетик обычно я использую один на целый день потому что я не люблю крепкий чай вот даже сейчас смотрите он уже заварится вот хватит прям еще на 1 5 мне хватит его заварить и разбавляю кипяченой холодной водичкой добавляю туда пластик один и маленький кусочек лимончика так как я не люблю много лимона я его даже не выдавливаю он чисто для аромата и не знаю для вида короче чё-то я положила себе сюда смотрю книги лежит думаю надо опять почитать поэтому мы еще раз ее почитаем и если вы заметили то все я делаю в тишине я не включаю ни музыку вообще дома не люблю музыку пару раз я практиковала прям включала музыку не что-то в летаю в общем-то а мне хочется делать дела полезные и важные вот сейчас вот короче сейчас я буду кушать и продолжать еще читать чуть-чуть почитаем можно до 12 часов 20 минут можно почитать и поесть бутербродики так время 11 часов давайте посмотрим что делает наш малыш садике они сейчас должны играть гулять на улице что я смотрю сейчас садик у нас тут еще недалеко находится один и детки гуляют я так думаю наши тоже наверно гуляют так нет смотрю наши что-то делают сидят за столом аппликации какие-то по ходу делают тарелок не вижу активные занятия не только у меня но и малыша моего в общем после того как я залезла в свой телефон ответила на все сообщения благо их с утра немного в ватсапе именно в инстаграм я еще не заходила сейчас я приберусь немножечко и пойду первым делом не нужно смонтировать видео и поставить его на вывод выводится у меня видео от часу где-то до двух часов и за это время я делаю какие то другие полезные дела какие мы узнаем позже сейчас пойду монтировать видос вот мое рабочее место здесь у меня куча всяких на самом деле блокнота здесь у меня поведению моего шоу-рума заказы всякие здесь у меня там заметки здесь там песни здесь еще что-то всегда у меня вот здесь ой звонит кто-то алло алло как раз начала говорить о том что занимаюсь вот своим шоу-румом и звонят мне говорят почему вы на заказики не делаете опт оптом где-то заказывала но я много где заказывала поэтому даже не понимаю сначала какой сайт именно мне звонит так сейчас смонтирую видео одно у меня это с алиэкспресс по-моему а вечером буду монтировать видео вот это вот утро как раз вечер то сниму и вечером его смонтирую все теперь я спокойно могу заниматься своими вещами ехать в москву спокойно знаю что все видео будут выходить в срок все что я вам запланировала все вы увидите но все буду монтировать этот процесс я думаю нет смысла показывать привет мои хорошие с вами селена своей и сегодня у нас будут женские штучки с алиэкспресс ну что 12 часов я смонтировала видео поставила его на вывод точнее ну тут уже в общем делается звонила как раз моя подруга а друзьям обязательно нужно уделять время алё привет дорогая я хорошо а ты так как не люблю готовить мне готовит маму все время потому что она как-то любит готовить и такое домашнее любит еду мне просто нет времени честно говоря готовить а малой только вечером ест кашку и все там готовить нечего утром утром молочко вечером кашку поэтому или наоборот утром кашку вечером молочко поэтому я ничего не готовлю дома я покупаю все рядышком здесь у нас в общем взяла такие баклажанчики классные вообще и вот это очень вкусная тема это куриное ведро а сверху сыр и грибы и это очень-очень вкусно но она большая видите то есть я еще с разделю пополам и это разделю пополам и это будет моя еда а потом часть вкусняшкой это вчера в итальянском купила такую вкусняшку чисто на пробу взяла две штучки вечером такая чайок пью думаю дай попробую просто тают во рту я их съела вот так такая думаю вау надо еще взять покажу потом ой ну что мои девочки я прочитала книгу дочитала ее что я могу сказать такое ощущение что у меня реально какой-то был пустой сосуд вообще там где-то на донышке что-то непонятно что было и как будто он так наполнился сосуд знаниями и их так много и они такие крутые знания и дело в том что привычки совершенно другие привычки просто я не знаю они не совершенно другие и все это нужно менять все это нужно менять чтобы ребенок вырос реально счастливым человеком просто в этой книге описывается что мы делаем к чему это ведет и что нужно делать чтобы это вело к тому к чему мы хотим короче книга крутенская эта книга вообще должна быть настольная мне кажется я уже стараюсь применять какие-то вещи воспитания и хочу чтобы мама тоже прочитала эту книгу потому что мы вместе находимся очень много времени и прям не хочется чтобы тоже по своим привычкам некоторым каким-то да которые у нас вместе имеются даже страшно теперь сказать что то что я говорила до этого все и вела себя как до этого казалось в общем-то ты правильно все делаешь на самом деле неправильно это чтобы неправильно просто они не не ведут к полезным просто они не ведут к тому будущему который я хочу ребенку короче вообще что-то я под большим впечатлением и вот книгу это да я думаю что я надо перечитать еще раз десять и каждый раз в ней что-то будет открываться каждый раз ты будешь все глубже ее понимать и все больше методов которые здесь описаны будешь применять в жизни теперь я начну уже свою большую книгу но уже не сегодня наверное сегодня сейчас я смонтирую еще одно видео поставлю на вывод помедитирую вечернюю свою медитацию сделаю и все пойду малыша заберу и буду до самого сна проводить с ним время и только с ним ну что теперь у нас настает вечерняя медитация чтобы я уже полностью освободилась и возможно даже легла с малышом спать вместе и не переживала что мне нужно встать сделать мою вечернюю медитацию сажусь свою позу все у меня открытые окна везде немного прохладно поэтому я так зачехляюсь вечерняя медитация у меня длится немного дольше где-то от 40 минут до 50 в отличие от утренней и здесь уже чисто сижу такая умственная медитация первая была физическая с физическими упражнениями можно так сказать с упражнениями а вечерняя будет просто ну все я пошла в себя увидимся позже аккуратно дэнечка мальчик дэнечка мальчик пришел у нас из садика да маечку снимай пришел с садика покушал йогурт я ему кстати даю в таких вот бутылках еще йогурт молоко там кашу утром просто потому что он не всегда за столом кушает и и водичку тоже ему даю еще и спаильничка он прыгает все время и чтобы это просто не было по всему дому я даю в таких атак вот когда мы выходим куда-то он прекрасно может и из пакетика с трубочки все это пить ложкой вилкой ест естественно в садике все это и пьет со стакана аж аж прям просто как взрослый да зайка сейчас будем чистить носик и переоденемся в домашнюю одежду любимая конфетка а за что просто так конфетка вот смотрите какие я купила в итальянском квартале эти у нас идут с яблочком а те были точно такие же только они были с изюмом и какая-то такая вот прослойка яичная мне кажется ну короче не были очень вкусно но я думаю что эти не менее вкусные я три последние забрала и думаю с чаем просто огонь выглядит как красиво наши любимые кубики играем да то нам дарили на день рождения по моему ну что мои хорошие я готовлюсь ко сну и вот уже приготовила сейчас я сделаю протру лицо аскорбиновой кислотой вот такая вот аскорбиновая кислота в ампулах 5 процентов берем ампулу уже приготовила ватный диск и просто на диск и и выливаю до половины сначала просто протираю свое лицо вот так по массажным линиям по массажным линиям здесь вверх под глазами не нужно делать я очень аккуратно здесь и по инструкции 7 минут ровно через 7 минут мы нанесем свой там ночной крем на ночь я могу и 10 минут так походить сейчас похожи вернусь прошло 7 минут и я честно говоря когда подхожу так вот к зеркалу я сразу вижу что кожа натянулась то есть она даже поблескивает вот так вот такая лыщеная все марш тинки как будто так разгладились кожа натянулась вот так и по ощущению она стянула вот ну через 7 минут не смывая все это дело я беру свой ночной крем офигенный крем мне очень нравится smart а плюс б очень нравится он жирный и сейчас кожа начнет вообще сиять ну вот не знаю насколько вам видно у меня кожа просто вся вот блестит видно вот лобик видите блестит все кожа натянутая и теперь еще после с кремом с этим вместе вот я на самом деле с первого раза уже начала видеть результат вот это ну первый второй третий прям и сейчас каждый раз уже у меня пятый день где-то вообще идеально все перееду ложится спать спокойной ночи малыши увидимся в следующем видео пока 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 пока